День Города Под арестом остаются два фигуранта дела о коррупции в муниципальном предприятии «Детское питание». Такое решение вынес Мосгорсуд. Защита бывшего директора детского питания Александра Дворецкого просила перевести его под домашний арест по состоянию здоровья, а также мотивируя тем, что он сотрудничал со следствием. Защита бывшего советника на общественных началах главы администрации города Рязани Александра Зайкина также просила отпустить его из-под стражи. В числе аргументов адвоката то, что Зайкин является единственным законным представителем своего малолетнего ребенка, а также то, что он не пытался препятствовать следствию. Однако Мосгорсуд оставил решение Басманного районного суда Московской области без изменений. Оба фигуранта дела остаются под арестом. Напомним, ранее по подозрению в коррупции был арестован заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич. 20 бесплатных эфирных каналов теперь есть в каждом телевизоре. С 11 февраля в регионе действует только цифровое вещание. Аналоговый сигнал официально отключили. Новый формат дает лучшее качество изображения, а также предоставляет свободный доступ к самым популярным телеканалам. Довольны ли рязанцы, выяснил Валерий Седов. Черный квадрат, а точнее прямоугольник, на экране своего телевизора увидят те, у кого нет ни приставки, ни кабеля. Текст гласит, с 11 февраля транслирование аналогового телевидения завершено. Петр смотрит телевизор каждый день. Это для пенсионеров обычный досуг. Но только теперь ни одного центрального канала он не поймает. Придется покупать приставку. Приставка для телевизора выглядит как небольшая коробочка. Средняя стоимость – 1000 рублей. Людмиле она досталась бесплатно. Нам это телевидение прислали. Молодой человек был, очень хороший. Он меня установил, все здесь подключил. Ну, конечно, вот для старых это тяжело. Два пульта, я путалась. У меня программы все перепутались. Я вообще вызывала мастера, он мне настроил программы, а я его сняла. Вот он у меня так и лежит. Отсутствие приставки на нее никак не повлияет. К телевизору подключен кабель, поэтому каналы продолжают вещать. Как-то не хорошее, не рябить. Ничего не рябить. Нормально. Ну, мне кажется, хорошо все показывает. Будет все нормально, если у нас было. С моделей нормально все было. У соседки Людмилы Раисы также подключен кабель. О покупке приставки она не задумывается. Только утром 11 февраля женщины пролистали каналы. На всякий случай посмотреть, как они показывают. И качество их удовлетворило. Переход на цифровое вещание практически не заметили жители многоэтажного дома. В большинстве своем у людей кабельное ТВ или новые телевизоры. Приставки стоит покупать только для старых моделей. К тому же за сами приставки можно будет получить компенсацию через портал Госуслуг. Максимальная сумма составит 5000 рублей. А если ТВ-приставка не работает или возникли проблемы с подключением, то следует обратиться по телефону горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок бесплатный. Напомним, что зрители кабельных и цифровых каналов перемену эту не почувствуют. Телеканал «Город» будет вещать на той же частоте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Назначен новый руководитель Рязанского управления Следственного комитета. Им стал Владимир Никешкин. До этого генерал-лейтенант юстиции более 10 лет возглавлял управление Следственного комитета по Удмуртской республике. Он является почетным работником прокуратуры Российской Федерации. Награжден знаком отличия за верность закону первой степени и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Нарушители, находящиеся в федеральном розыске, задержали сегодня транспортные полицейские на вокзале Рязани-1. К сотрудникам, охраняющим порядок, обратились молодые люди, проспавшие свою остановку. После проверки документов одного из них забрали в линейный отдел. Ситуация, казалось бы, банальная. Два молодых человека работали вахтовым методом, возвращались домой на поезде, сели в свой вагон, легли спать, в итоге пропустили остановку. На первой станции обратились к полицейским. Проспали, вышли на поезд. Проспали? Так он поезд в Москву идет. Я знаю, но мы не знали, проспали. Молодые люди явно отмечали окончание вахты. Сейчас ведут себя спокойно, порядок не нарушает, но последствия распития алкогольных напитков налицо. Наряд сразу же проверяет документы. Для этого не нужно идти даже в линейный отдел. Все делается на платформе. Выясняется, что один из пассажиров находится в федеральном розыске. Необходимая сейчас проверка, потому что есть переносные базы ТМ, которые у нас находятся у сотрудников полиции, патруля. Вот пробивали ребят их. То есть есть похожие фамилии, сходятся паспортные данные. Но сейчас необходимо просто дальнейшую инициатор розыска проверить. И дальше уже будут решаться вопросы. Когда прибывают поезда дальнего следования, транспортные полицейские обходят вагоны, общаются с проводниками. Главный вопрос – все ли в порядке. Если находят нарушителей в состоянии алкогольного опьянения, их могут снять с поезда и отказать в дальнейшем проезде. Им грозит штраф от 500 рублей, а поездка закончится в медвотрезвителе. Кроме того, транспортная полиция следит за порядком на перроне. Я обращаю ваше внимание на пассажир поток от поездов, которые уходят, чтобы через пути не переходили. Потому что это и травма опасна, и нарушение. Всех направлять через подземный переход или на стил. На перроне нарушений нет. Наряд отправляется в вокзал. Транспортная полиция следует. Документы ваши можем проверить? Полицейские проверяют вокзальное помещение, смотрят, нет ли забытых вещей. Пассажиров, увидевших оставленные сумки, просят немедленно сообщать о находке наряду. Между тем, в линейном отделе выяснили, молодой человек попал в федеральный розыск, потому что получил условный срок и проигнорировал положенные часы обязательных работ. В прошлом году с вокзалов Рязани, Ряжска, Сасово удалено 3000 нарушителей. В основном это люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и курившие в неположенных местах. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки придут на смену обычным. Новинка хорошо зарекомендовала себя в пяти пилотных регионах России. Эксперимент проходил с 2017 года и, как отмечается, не вызвал массовых протестов водителей. В Московском центре организации дорожного движения отмечают, что новые знаки будут в полтора-два раза меньше привычных. Они не только удачно впишутся в городские пейзажи, но и станут дешевле на 40%. Когда новинка появится на рязанских улицах, пока неизвестно. Благородная профессия. Рязанский перинатальный центр является одним из лучших в России. Это признают и специалисты, и сами пациенты. Именно здесь внедряются новейшие технологии для сохранения репродуктивного здоровья и последующих родов. Подробности в сюжете Мария Рудой. Маленькие Кирилл и Данила спокойно спят в кроватке. Им всего четыре дня от роду. И сегодня их выписывают домой. Мама Галины Рюмина не ожидала такого поворота. Когда-то женщина мечтала хотя бы об одном ребенке. Для нас это был шок. Думали сначала один, а оказалось, что двое. Вот такое двойное счастье для Галины и ее мужа. Она говорит, внешне мальчики очень похожи. Но по характеру такие разные. Уже сейчас каждый проявляет свой характер. Сама Галина ждет, не дождется, когда окажется дома. И перед выпиской слушает рекомендации врачей. По желанию, конечно, если вам удобнее, пользуйтесь бандажом. Бандаж в течение месяца. Ограничение по днему тяжести, но свыше 6-7 килограмм. У Галины, к счастью, роды прошли хорошо. Хоть и в экстренном порядке. Дети родились доношенными на 38-й неделе. Она уверена, это заслуга врачей. Здесь приняли меня очень хорошо. Персонал замечательный, всегда помогает. За 2018 год в перинатальном центре родилось почти 3400 детей. В этом году уже появились на свет 12 двоен и даже одна тройня. 85% женщин выписывают уже на третьи-четвертые сутки после родов. Это своего рода инновации, которые позволяют предотвратить внутрибольничные инфекции. Главное условие, чтобы и ребенок, и мама были полностью здоровы. Мы выписываем детей с 1700 грамм. То есть нет такой необходимости им лежать очень долго. Здесь им оказывается помощь и врачами-неонатологами, и акушерами-гинекологами женщин. То есть проводится повсеместная работа, чтобы женщины и дети были готовы к выписке. Они получают информацию полную по грудному вскармливанию. У нас мы стараемся, чтобы дети были только на грудном вскармливании. Это так называемые здоровья, сохраняющие семейно-сберегающие технологии. Помимо заботы о здоровье детей, самый маленький, кого удалось здесь спасти, весил всего 480 граммов. Мамам тоже уделяется серьезное внимание. В том числе на этапе планирования беременности. В перинатальном центре работает кабинет охраны репродуктивного здоровья, о котором, по словам врачей, необходимо заботиться с детского возраста. Здесь же создан реестр бесплодных пар. На 1 февраля их количество составило 825. В перинатальном центре в 2018 году наблюдались почти 380 женщин. Более 130 удалось забеременеть естественным путем. Мы стараемся женщин лечить на амбулаторном этапе. Прикладываем все усилия для того, чтобы беременность наступила естественным путем. Но когда в процессе обследования, допустим, фактор трубный, когда естественным путем забеременеть в принципе невозможно, это только ЭКО. Мужской фактор, который стоит сейчас на втором месте после эндокринного фактора бесплодия по Рязанской области, мужчины сейчас стали активно обследоваться. Если лечение не дает положительных результатов, в перинатальном центре женщину готовят и направляют на экстракорпоральное оплодотворение. Главное условие, чтобы пациентка была полностью здорова. В прошлом году в регионе провели около 800 процедур ИКО. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Эпидемия гриппа закончится лишь в апреле. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Однако она отметила, что интенсивность распространения болезни уменьшится к началу марта. Продолжительность же самой эпидемии будет обычной – 12-14 недель. По прогнозам, она не преодолеет порог средней интенсивности, потому что в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штампы гриппа. 15 тысяч жителей региона приняли участие в Лыжней России. Соревнования проходили в областном центре и муниципальных образованиях. Гонка развернулась на трех дистанциях – 5 и 10 километрах, а также в ВИП-забеге на 2019 метров. Состязания традиционно объединяют поклонников спорта и профессиональных спортсменов. На трассу выходят люди разных профессий. В этом году одной из делегаций стала команда РЯЦГМУ. Самое главное – здоровье, хорошего старта. На старт! Первыми на дистанцию вышли спортсмены 2001 года рождения и моложе. Для них подготовили 5-километровую трассу. Ее выбрали и врачи, которые своим примером показывают пациентам. Нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В Лыжней России приняли участие более 150 студентов и преподавателей РЯЦГМУ. Очень хорошее настроение. Поэтому мы все приехали с удовольствием, поучаствовали, все рады. Потом поедем домой и у нас будет как напоминание в этот день. Всегда приезжаем с очень хорошим настроением. Каждый год катались. В этом году приехали поддержать наших участников. Дистанцию 5 километров проехала одна из старейших участниц соревнований – Людмила Амелькина. Ей 82 года. Участвует в соревнованиях в 30 лишним лет. Приезжают вместе с родными, которые тоже занимаются спортом. Стрессы очень хорошие. Очень хорошие. Лыжи скользят. Настроение хорошее. Здорово. А вот самому молодому участнику соревнований полтора года на Лыжне России нет возрастных ограничений. А для спортивных родителей отдельная награда. Людмила Назаренко приехала на Лыжню с мужем и двумя детьми. Младшему сыну всего 2,5 года. На Лыжи пока не встает. Ехал дистанцию на санках. Везла мама. Муж за колледж бежал, а мы его поддержали вместе с детьми. Одного на санке, другого на лыжи. Ну и сама, соответственно, стараемся поддерживать здоровую жизнь. ВИП-забег в этом году составил 2019 метров. Он был не таким многочисленным, но тоже собрал болельщиков. Серега, полкайся сильнее. По итогам забега в своих возрастных группах на дистанции 10 километров первое место заняли Татьяна Чиванова и Дмитрий Мысев. На дистанции 5 километров Кристина Павлушина и Руслан Соловьев. Победители и призеры лыжной гонки награждены медалями, кубками, дипломами и памятными призами. Дина Исляева, Станислав Худряшов, телекомпания «Город». Уличные тренажеры, дорожка для скандинавской ходьбы и серебряное волонтерство. Вот лишь некоторые проекты, которые реализуются на базе Рязанского геронтологического центра. С их авторами встретилась наша съемочная группа. Дендропарк случайно обнаружили сотрудники Рязанского геронтологического центра. Во время облагораживания территории стало понятно, что в небольшом местном парке собрано более 20 различных видов растений. Среди них дубы, вязы, лиственницы, сирень, сосны, березы, клёны, осины, несколько видов черемухи. Теперь около деревьев установят таблички. На экоуроки сюда смогут приходить школьники и ребята из детских садов. Проект уже поддержали экологические организации города, ведь такое разнообразие в одном месте встречается редко. Летом и весной птицы поют, тут зелени много, очень красиво. Вот тут у нас все лет, сегодняшний год в Филин жил. Потом у него и детки были, вот тут вот в этих соснах полюбиваешься. Соловей поет. В общем, очень тут хорошо. Зоя Петровне 86 лет. С активным образом жизни она не расстается. Присоединилась к проекту активного долголетия геронтологического центра. Пенсионеры выходят на прогулки с палками для скандинавской ходьбы. Занимаются на уличных тренажерах. Хотя еще недавно таких возможностей не было. Мы заметили, что бабушки ходят по коридору от стены к стене и считают шаги. То есть для них важно фиксировать, сколько они прошли. И периодичность этого. Вот мы с ними поговорили и пришли к тому, что для них необходимы своеобразные маршруты. Для разных степеней физической подготовки. Проекты удается реализовывать благодаря выигранным грантам и спонсорам. Среди них Николай Дроздов, почетный гражданин Рязанской области. Недавно закупили палки для спортивных занятий и скандинавской ходьбы. Лидия Валентиновна выходит на тренировки каждый день. За год заметила улучшения в работе организма. Занимаешься как-то бодрее немножко как-то. Конечно. Не хочется толчеть. Не хочешь. Надо соблюдать, чтобы свой вес был. Дышим воздухом. Хорошо, конечно. Последнее новшество появилось перед Новым годом. Центральную аллею оформили светом. Теперь по ней приятно гулять тем, кто может самостоятельно передвигаться. И любоваться тем, кто уже не может выйти на улицу. А также парк открыт для всех желающих. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». День науки отметили в Рязгому. В честь праздника в УЗИ прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда» с медицинским уклоном. В мероприятии приняли участие студенты как первого, так и последнего курса. Подробности в сюжете Мария Рудой. Осталось 10 секунд. Давай. Ну ничего страшного. Это момент рождения мысли. Будущие врачи собрались, чтобы по-своему отпраздновать День российской науки. 35 команд разных факультетов решили побороться за звание лучших. Правила игры аналогичны легендарному проекту «Что, где, когда». На обдумывание дается 60 секунд, после чего ответ следует записать в специальный бланк. А вопросы, надо сказать, были самые разные от клятвы Гиппократа до истории Рязанского медицинского университета. Юные знатоки справились на отлично. Да и не может быть проигравших в игре, где помимо состязательной составляющей есть и образовательный аспект. Знания получили все. А еще он заряд позитива и мотивации для дальнейшего обучения. Просто нам очень нравится данная профессия. Нам нравится взаимодействие с людьми, взаимодействие друг с другом. И данное название мы выбрали просто из того, что не могли выбрать другую. Маминой подруги же все лучшие. Ну и вот, а мы, собственно, вот, маминой подруги клиницисты лучшие. Да. Вы крутые, да, вы крутые. А ты, конечно, что хотите? Победу. Я победу только хочу. В прошлом году Муряз ГМО отметил свой 75-летний юбилей. За эти годы ВУЗ стал одним из лучших в стране. Здесь появились свои традиции. Сейчас на его базе работают 15 научных школ и более 20 научных направлений. Они связаны и с клинической медициной, и с кардиологией, сердечно-сосудистой хирургией, пульмонологией и самыми-самыми разными направлениями. Так и фундаментальная медицина. Это и фармакология, и биохимия, физиология очень мощные направления у нас имеются. Это, конечно же, те исследования, которые базируются на наших таких мощных научных базах, как Центральная научно-исследовательская лаборатория, Научный центр клинической гематологии и иммунологии. Кроме того, в РАЗГМО работают уникальные лаборатории. Такие, как Виварий, где условия приближены к реальной операционной. Лаборатория клеточных технологий, Центр психологических исследований. Так что наука тут занимает особое место. А пять сотрудников ВУЗа стали в этом году лауреатами премии «Молодой ученый года» и получили заслуженные награды из рук главы региона Николая Любимова. Мария Руда и Сергей Данилен, телекомпания «Город». Лучшим народным трейлером на фильм Юрия Быкова «Завод» стала работа Рязанки Елены Елисеевой. Чем она отличается от официального трейлера и какую атмосферу девушка хотела создать, узнала наша съемочная группа. Завод банкротить будет. Работаем до конца месяца и все. Прочувствовать атмосферу триллера с первых кадров, сделать главного героя более положительным. Такие задачи перед собой поставила Елена Елисеева. Девушка создала трейлер к фильму «Завод» Юрия Быкова и стала лучшей в народном голосовании. Первую версию сделала за два дня и разослала друзьям, чтобы учесть их пожелания. По дракам был комментарий, что там часть экшен, которая в трейлер, что она такая вялая вышла. Это действительно было так, потому что там на тот момент стояли в основном кадры, которые были предоставлены организаторами. И после этого я как раз еще села, пересмотрела все промо на предмет всех возможных там ударов драк, взрывов и выстрелов и сделала более плотную драку. Штурм. Этот трейлер стал первым для Елены, хотя с монтажом она знакома давно. Девушка занималась на киностудии «РГРТОФИЛЬМ», окончила Московскую школу кино, работала монтажером на Московском образовательном канале, а теперь пробивается в большое кино. Создание трейлера стало для нее новым вызовом. Хотелось сохранить историю, хотелось, чтобы было понятно, о чем сам фильм. Хотелось оставить, опять же, экшен, потому что, на мой взгляд, все-таки это как боевик отчасти, этот фильм. Это попытался сохранить, чтобы все было логично, чтобы люди, посмотрев, поняли, о чем фильм, и захотели на него пойти, естественно. В этом задача трейлера. Напомним, что режиссер Юрий Быков – наш земляк. Он родился в Новомичуринске. Завод – четвертый его фильм, который сейчас идет на большом экране. Стоит отметить, что часть картины, а именно поле и дорогу, ведущую к заводу, сняли в Рязанской области, как и другой фильм режиссера. В сети появился первый тизер «Сторожа». Его съемки проходили на базе санатория «Сосновый бор». В кинотеатрах картина появится в конце этого года. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости. К этому часу еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok